привет всем из хихона в таком я вот номере остановился одноместный но кровати 2 так можно будет выбрать на какой спать получается да если не знаю как со скидками это без скидок или еще каким-то образом из картинки вот то ли на несколько дней или еще как но в общем то находится отель практически в центре и вот на несколько дней брать полу по сути получается 33 евро за сутки если хотите можно добавить завтрак за 490 можно добавить завтрак за 490 но в целом в истории вообще недорого поэтому соответственно соответственно можно это и так купить каждый раз разное но так можно если не париться взять завтрак а вот кто-то сверлит где-то неподалеку ну и такой вот вид на улицу людей видно практически в центре ну вот мы в хихоне вышли на улицу идем с вами далее посмотрим сейчас прогуляемся вот я в общем-то приехал посмотреть северную зиму ну вот вы видите дождь идет как раз таки я даже заранее смотрел что попадаю на дни дождей вот поэтому поэтому чтобы в полной мере так скажем ощутить все ее прелести поэтому ну что будет интересно попадаться буду снимать ролик ахихоне уже один есть на канале но в сейчас будет я думаю все немного по-другому яхты ну и и атлантический океан вот вы видите несмотря на погоду вдалеке там ходят люди в других местах ходят работают температура в принципе нормально плюс 12 градусов вполне хорошая вот и сейчас мы выйдем в пляжу где были летом ну и предлагаю пройтись нам он туда подальше это центральный пляж дальше есть еще туда ну если туда посмотрим тот край да дальше продолжаются получается вот такие вот пляжи желтого песка ну и мы сейчас наверно пойдем с вами посмотрим всякие разные районы я решил сегодня пройтись по отзывам с форумов испаноязычных по не очень благополучным районам кихона ну вот я уже в центре одного из них но пока ничего такого не вижу вот соответственно вы со мной вместе это дело видите неподалеку расположен порт ну в целом вот мы с вами идем смотрим просто смотреть разные места разные районы что более полное впечатление складывалось я считаю надо конечно ходить и в хорошее и плохое вот там ход идет ну нет тут в принципе все на мой взгляд ну вот даже сравняя с неблагополучными районами Валенсии как бы тут вообще такого пока все спокойно ну не вижу так скажем характерных признаков ну что увижу сниму ну давайте пойдемте наверное сходим с этой улицы на другую да это район Натанайо если что Натанайо ну мало ли кто то будет смотреть ну вот в общем то с вами идем естественно как бы дождь все прочее но тем не менее я не вижу пока сильно характерных таких моментов поэтому ну то я читаю условно говоря какие то испанские форумы обсуждения может кому то когда то где то не повезло или еще что то но тем не менее естественно их стоит принимать во внимание и в любом случае я бы вам рекомендовал читать испаноязычные ресурсы хотя бы с использованием гугл переводчика ну и там делать свои выводы делать свои выводы уже непосредственно когда вы приедете посмотрите пройдетесь по данному району днем утром вечером вот это так бы в идеале конечно вот так по району рядом все прочее посмотреть что за контингент соответственно будет в школу ходить но это вот так вот такие мысли слух под дождем ну так вот кажется я с вами также здесь первый раз вот такой вот уже в поту пошел прошел это район Натанайо ну или примерно так как бы проходили школьницы старших этих самых ну из испанского все происхождение спокойно шли ну не знаю я же говорю вот так что покупаю зато и продаю когда приезжаешь на небольшой срок как бы получается вот только таким вот методом личного обхода и приходится действовать идем далее уже скоро будет еще один из районов который в принципе граничит вроде бы как с теми которые рекомендуют но его так скажем так не особо это будет в район лапка лица до ну это мы все еще но это мы все еще Натанайо заканчиваем я ушел в центральную улицу потому что все спокойно все нормально магазины дома поэтому думаю может тут что то идем ну что ребят мы с вами в лакальсаде вот естественно как бы я немного ограничен по времени каждую улицу не могу провести детальный анализ рассказать что да как там происходит ну целом то есть Натанайо я пока не понял чем там проблема может теоретически это около порта может быть просто кому-то когда-то где-то не повезло не знаю пока не знаю вот это у нас идет район лакальсада начался так вот этот вот я дом прямо таки запомнил нельзя не ошибаюсь он может ошибаюсь может и не он с идеалисты типа было написано что в лучшем районе лакальсаде находится но не знаю сейчас пойдем посмотрим что здесь творится найдем ли мы какой-нибудь трэш вот мы с вами идем смотрим в принципе все достаточно ну не знаю обычно пока что здесь точно знаю где я находил трэш так это на фотографиях с района хова ну он прям можно сказать почти за городом в ту сторону в эту же но дальше надо будет пройти я не уверен что туда дойду сегодня и вообще что в этом есть какой-либо смысл поэтому я наверно туда даже в принципе и двигать не буду нет все таки решил я пройтись на район хова это вот еще лакальсада идет на окончании ее то есть тут уже такие домики попроще начались и сейчас мы все таки с вами на я насходим район хова и посмотрим что там и такая присутствует но вот да надо я думаю чуть-чуть хотя бы пройти что-нибудь интересное снять ну да он понемногу начинается разрисованные стены мы вступаем в район хова там бомж стал его снимать прям это все дела вместе со своими пожитками вот примерно в такой же такой же стены ну да на конец вот идет лакальсады все больше каких-то вот таких признаков которые ты начинаешь понимать проживя в испании определенный срок больше признаков что что-то не так с этим районом вот ну сейчас если успею зарядки осталось правда мало сейчас попробую успеть снять что-нибудь ну и тогда уже распрощаюсь с вами ну да вот мы с вами заходим в район хова как бы причем вот ну тут фалк пока вполне да уже камера садится к сожалению придется прощаться вот ну в принципе